В основном большинство как начинающих, так и водителей со стажем сломя голову летят в автомагазины за новыми аккумуляторами с началом холодов, когда минусовая температура окончательно добивает старую батарею на их машине. Но вот, холода прошли. Кто-то пострадал, у кого-то автомобиль стойко перенес все испытания. Но это не значит, что в другое время года ваша аккумуляторная батарея вдруг не откажет вам. Как выбрать аккумулятор, который прослужит долго и как сохранить тот, что уже стоит на вашем авто? Узнаем сегодня. Как вы знаете, аккумуляторная батарея это неотъемлемая часть автомобиля, поэтому все взаимодействие аккумулятора происходит непосредственно с электрооборудованием автомобиля, ну и с самим автовладельцем. Поэтому здесь все зависит от того, в каком состоянии находится машина. Генератор, стартер, крепление аккумулятора – это основополагающие моменты, которые позволяют аккумулятору прожить долго. Стандартная батарея среднего уровня имеет срок службы от 3 до 4 лет. Но этот срок можно запросто уменьшить в разы, если не соблюдать простые правила. Во-первых, больше всего к кончине аккумулятор приближают короткие, но частые переезды. Когда батарея отдала заряд на запуск двигателя и другие приборы, а зарядиться так и не успела. Поэтому для более длительного срока эксплуатации АКБ необходимо контролировать уровень ее заряда. Делать это необходимо хотя бы раз в месяц и заряжать по необходимости. Но тут важно знать, какого типа у вас аккумуляторная батарея. Если человек не хочет заниматься аккумуляторами, просто ему надо, чтобы он работал и все, покупается не обслуживаемый аккумулятор. Он сам там все себе, все циклы происходят внутри у него. А обслуживаемый откручивается, ну это уже, как говорят, на любителя. Ведь только настоящий ценитель своего авто будет регулярно снимать аккумулятор, проверять плотность электролита и доливать дистиллированную воду. На рынке автоэлектрики необслуживаемые аккумуляторы понемногу вытесняют обслуживаемые. Уж больно много с ними мороки. Выбирая современный аккумулятор, важно грамотно подобрать его мощность. Поставили помощнее, как у нас любят люди поставить, побольше емкость, думают, что это лучше. Это еще быстрее ведет к выходу из строя аккумулятора, потому что в таком цикле езды, как у нас эксплуатируются автомобили, они будут просто сульфатироваться, то есть пластины будут покрываться таким белым налетом из-за того, что аккумулятор не дозаряжается в городском цикле. Также поставив АКБ с недостаточной емкостью на мощный автомобиль, вы гарантированно становитесь вновь клиентом автомагазина в ближайшее время. Немаловажно правильно закрепить батарею в штатном месте. Без скрепления в процессе эксплуатации машины корпус аккумулятора может повредиться из-за вибрации или удара. Если корпус АКБ треснет, то такой аккумулятор уже не восстановить и по гарантии его тоже не вернуть. Чаще всего это происходит, когда на азиатские авто ставят АКБ европейского стандарта. Ну а батареи европейского типа, скорее всего, не уместятся под капотом азиатского авто. И самое главное, поинтересуйтесь у продавца, принимают ли они старые батареи. Во многих магазинах дают хорошую скидку при замене старого аккумулятора на новый.